Итак, мы уже близки к финишной прямой. Почти все основные функции мы уже реализовали. Есть сортировка, создание папок, навигация по ним, удаление, скачивание файлов, загрузка, отслеживание прогресса. В общем, уже полноценное облачное хранилище. Остается реализовать две важных функции. Это поиск файлов и различное их представление. Сейчас у нас в виде списка, также мы сделаем еще представление в виде плиток. Итак, приступим к разработке. Поскольку разработка ведется на локальной машине, мы подгружаем все файлы практически моментально. Но на реальной машине это может занять некоторое время. И нам необходимо осведомить пользователя о том, что идет подгрузка. Для этого в момент подгрузки будем показывать лоудер, который будет крутиться. И после того, как файлы загрузились, будем его скрывать. Создадим новый редюсер, назовем его AppReducer. Здесь будут различные вспомогательные элементы. Например, информация о отображении лоудера. Скопируем какой-нибудь старый редюсер и удалим все лишнее. Сразу же создаем одно поле, называем его Loader. И по умолчанию это будет False. То есть, лоудер будет не виден. Также создаем пару констант с типами экшена. Одну называем ShowLoader. Вторую, соответственно, HideLoader. В редюсере у нас будет два кейса. Первый из которых меняет лоудер на True, а второй на False. Все элементарно просто. Такое мы уже делали. Для каждого экшена создадим Action Creator. Назовем семантически понятно. И изменим типы. Далее перейдем в компонент диска. И здесь делаем условие. Если лоудер, который мы получим из состояния, будет равен True, то компонент будет возвращать непосредственно сам лоудер. Так, и теперь этот лоудер надо получить с помощью хука UseSelector из состояния. Единственное, что мы не добавили AppReducer к нашему стору. Вернемся и сделаем это. Так, теперь возвращаемся к лоудеру. Пока что мы сделали условие, но в нем мы еще ничего не возвращаем. Вернем блок и зададим ему классовое имя. Напишем Loader. Верстать лоудер мы сами не будем, поэтому откроем браузер, напишем Loader.css и откроем первый сайт. Здесь на выбор есть огромное количество лоудеров, но мне вот нравится вот этот. Отсюда копируем HTML и вставляем его в наше приложение, внутрь блока Loader. И также сразу же копируем и CSS. Открываем стили и вставляем где-нибудь здесь. Единственное, заменим цвет. Там по умолчанию он белый, а мы сделаем такой же, как цвет шрифта в нашем приложении. Вернемся в компонент и изменим условия. Чтобы посмотреть на Loader, сделаем отрицание условия. И вот такой вот он получился. Теперь остается отцентровать его. Именно поэтому мы и поместили его в блок Loader. Зададим для этого блока стили. Display сделаем flex, justify content center, align item тоже center. И высоту посчитаем с помощью функции calc. Здесь от всей высоты 100% отнимем высоту навбара. Вот теперь он стоит на своем месте. Вернемся в компонент, уберем отрицание и теперь сделаем, чтобы этот Loader появлялся программно. Перейдем в файл с экшенами и найдем здесь экшен, в котором мы получаем как раз файлы. И в самом начале, перед тем, как отправить запрос, отобразим Loader. Для этого задиспатчим Action Creator Show Loader. И по завершению этого всего, независимо от того, произошла у нас ошибка или нет, нам этот Loader необходимо скрыть. Для этого также добавим блок Finally и в нем задиспатчим к Action Creator Hide Loader. И как видите, теперь при подгрузке файлов у нас появляется этот Loader. Итак, с этим мы закончили. Теперь сделаем так, что если пользователь открыл папку, а она пустая, то мы там сделаем какую-нибудь надпись, наподобие файлы не найдены. Перейдем в файл List и здесь опять же сделаем условие. Если длина массива с файлами равна нулю, то мы возвращаем блок, в котором просто напишем, что файлы не найдены. Попробуем открыть какую-нибудь пустую папку. И вот надпись появилась. Осталось ее отцентровать. И так как класс Loader, который мы сделали ранее, центрует, то применим его. И вот надпись по центру уведомляет нас о том, что файлы не найдены. Единственное, появилась полоса прокрутки, но пока что она нас не особо интересует. Итак, с косметическими моментами мы на этом закончили. Теперь перейдем к поиску файлов. В первую очередь реализуем функционал на сервере. Откроем файл Controller и создадим новую функцию. Назовем ее Search Files. Параметром, как обычно, передаем запрос и ответ. Добавляем блок TryCatch, чтобы отлавливать потенциально возможные ошибки. Выведем ошибку в логе и отправим ответ на клиент о том, что произошла ошибка. В первую очередь из поисковой строки получим параметр Search. Это будет именно слово, по которому мы будем искать. И поскольку нам придется искать файлы по каким-то отдельным кускам названия, нам необходимо получить все файлы, которые есть у пользователя. Среди них и будем искать поиск уже на сервере, а не в самой базе данных. Получаем эти файлы. Единственное, заменим const на let, чтобы мы могли их изменять. И теперь этим файлам присвоим результат фильтрации. Здесь мы проверяем, если название файла включает в себя Search, это вот именно слово, которое мы передаем на сервер, то этот элемент попадает в массив. То есть мы логику реализовываем таким образом, что даже если мы напишем какую-то центральную часть названия файла, то он все равно попадет в исходный массив, и пользователь сможет его найти. Ну и остается только эти файлы вернуть обратно. Итак, теперь вернемся к клиенту. Откроем navbar и добавим здесь новый input. Этот input будет отображаться тогда, когда пользователь авторизован. Также добавим placeholder и классовое имя. Сразу добавим некоторые стили, а именно пока что зададим только ширину. И добавим еще отступ слева. Выглядит нормально, теперь займемся логикой. Откроем navbar, немного отформатируем для лучшей читабельности. Создадим новое состояние, назовем его search name, функцию, которая изменяет set search name, и по умолчанию это будет пустая строка. Теперь сделаем этот input управляемым. Для этого добавим это состоянием value input и повесим на него слушательон change, в котором будем вызывать функцию search handler. Нажимаем alt enter и создаем ее. В первую очередь мы будем изменять здесь состояние с помощью функции set search name, и в него мы будем добавлять текущее значение input. Теперь необходимо реализовать экшен, в котором мы будем отправлять запрос и соответственно диспатчить данные. Перейдем в файлик с экшенами, скопируем какую-нибудь уже существующую функцию, изменим название, и параметром оно будет принимать у нас поисковый запрос. Пока что удалим параметр, который уже был в строке запроса, и добавим функцию поиска, которую мы реализовали на сервере к роутам. Это будет get функция по URL search. Возвращаемся к экшену, добавляем search URL, и также добавляем параметр. Далее необходимо задиспатчить полученные из сервера файлы. Для этого у нас есть action creator set files. И также не забываем исправить delete на get. Далее перейдем в компонент navbar, и задиспатчим только что созданный экшен. В него параметром передаем текущее значение input. И при монтировании я заметил, что вот здесь, в функции поиска на сервере, я добавил лишние скобки. Исправим это, и откроем браузер, и попробуем что-нибудь найти. Как видите, файлы ищутся, и даже ищутся вложенные файлы, но у такого подхода есть один большой минус. Откроем раздел network в инструментах разработчика, и попробуем что-нибудь написать. Как видите, при каждом изменении в input мы отправляем запрос на сервер, что нереально его нагружает. Сейчас мы это как раз и исправим. Создадим еще одно состояние и назовем его searchTimeout. По умолчанию это состояние будет равняться false. И теперь в условии проверим. Если это состояние не равняется false, то мы будем очищать timeout. То есть на тот момент в этом состоянии у нас уже будет находиться какой-то timeout, и мы будем его очищать. Но по умолчанию у нас будет равняться false, и мы это условие будем перескакивать. Далее в это состояние мы помещаем timeout, который будет вызываться каждые 500 миллисекунд. Это время можно изменить на ваше усмотрение. И теперь диспатчить action мы будем уже внутри таймаута. То есть в чем здесь логика? Каждый раз, когда мы изменяем input, у нас очищается таймаут. Но потом мы его задаем заново, и если input больше не был изменен, у нас через 500 миллисекунд отрабатывает диспатч. И получается, что запрос на сервер улетает только один раз, когда пользователь перестал печатать. Откроем инструменты разработчика еще раз, и убедимся в том, что запрос отправляется единожды, и через полсекунды после того, как я перестал печатать. Именно такого мы и добивались. Но когда мы полностью очищаем input, тоже возникает одна проблемка. Мы получаем абсолютно все файлы, которые есть у клиента, даже вложенные. И они все добавляются в корневую папку. Сейчас мы это исправим. Сделаем условие. Если текущее значение input не пустая строка, то тогда мы делаем setTimeout. В ином же случае мы просто получаем файлы так же, как мы их и получали раньше, с помощью функции getFiles. В эту функцию необходимо передать ID текущей папке, и ее мы получим из состояния с помощью hook.useSelector. Откроем браузер и попробуем что-нибудь написать в input. И почему-то мы получаем все файлы. Вернемся к проекту и посмотрим. Вот здесь я опечатался и вместо неравенства написал равенство. Исправим и попробуем еще раз. Пишем что-нибудь в input и получаем файлы. Единственное, при поиске у нас не отображается loader. Сейчас это тоже исправим. Вот здесь перед таймаутом мы его отобразим, то есть вызовем action creator show loader. И теперь в самой функции search files точно так же сделаем блок finally, и в этом блоке мы скроем. Переходим в браузер и пробуем еще раз. Вот теперь loader крутится, файлы ищутся, и мы добились нужного функционала. Если видео было полезно, ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся на канал. Жду тебя в следующем ролике.